День рождения консерватории всегда бывает окрашен какими-то особыми воспоминаниями. И на этот раз таким особым воспоминанием является то, что привнес в ее жизнь великий музыкант. Совершенно поразительный человек, образец настоящего интеллектуала, дирижера, профессора Геннадия Николаевича Граждесенской. И его портрет поэтому на этой сцене. Он ушел от вас недавно и мы сегодня посвящаем этот концерт его светлой памяти. День рождения это всегда день подарков. Сегодня Московская консерватория уже получила такой замечательный подарок. И вы, когда придете на концерт уже в малый зал консерватории, сможете в этом убедиться. Это новая выставочная зона малого зала, которая находится этажом ниже самого зала. И там сегодня расположилась удивительная выставка, уникальная выставка работ студентов, дипломников. Московская государственная художественно-промышленная академия имени Строганова. Это наши друзья, это наши партнеры. Нас связывает договор о сотрудничестве. И вот мы нашли такую точку пересечения, где скрещиваются разные профессии в сфере искусства. Ну и наконец, самое, пожалуй, радостное, это то, что после 150-летнего юбилея консерватории, это было 4 года тому назад, возникла и укрепилась новая традиция. Традиция награждения выдающихся музыкантов, профессоров Московской консерватории с золотой медалью имени Николая Григорьевича Минштейна. И вы видите ее здесь, на этом экране. Как видите, это тот же профиль, что и над сценой Большого зала. Профиль из чистого золота, который вручается по итогам тайного голосования ученого Совета Консерватории. И таким первичным критерием для того, чтобы это голосование состоялось, является полувековой путь в стенах Московской консерватории профессора, который уже имеет не просто фамилию, а творческое имя. Мне безумно повезло в жизни, что она была связана с Московской консерваторией, в которой я отдала 60 с лишним лет стажа, без прерывной работы. И столько счастья, сколько я испытала за эти годы, это трудно передать. Хотя жизнь была в принципе не такая уж и легкая, но мне повезло еще к тому же с моим учителем, выдающимся музыкантом и исполнителем, и человеком Сэмвилем Евгеньевичем Фамбергом, который внес огромный вклад вообще в искусство мировое. И мне в частности помог просто даже трудно передать как. Спасибо большое всем. Не всегда приятные слова, но здесь, вы знаете, стоя на этой сцене, я настолько счастлива, что действительно я тоже не первый год здесь, еще со школи, когда я только начинала учиться еще в ЦМШ, я мечтала, неужели я когда-нибудь попала в консерваторию. Оказалось, что я не только попала, я училась тоже потрясающим, совершенно гениальным музыкантом Генрием Уставовичем Гауссом, он устрывается. И, конечно, еще продолжаю работать, теперь поступила на работу, и работаю по сей день. Это стены консерватории, вот для меня, вы знаете, для меня две, не то что, ну, две любви, если можно так сказать, это моя семья, а вторая семья – это консерватория. Я стараюсь своим ученикам, своим студентам платить те заветы, которые оставили в нашей религии, предшественной религии, и не только, так сказать, учить их, что ли, исполнительской школе, Московской консерватории, а именно рассказывать им и на примере показывать то величие, чисто человеческое, которое эти люди преимуществляли в своей жизни. Спасибо. Старший Победа Гаусс, он говорил так, что учить нужно только тому, чему научить невозможно. Я как-то на выступлении в Ягодславии перед пианистами, как раз был такой форум, немножко переначал и продолжил как бы, а как это сделать, как научить тому, чему научить невозможно. Вообще-то, в принципе, очень просто надо подвести к самому духу красоты, и он будет всему учить. АПЛОДИСМЕНТЫ